Приветствую вас, Надежда. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Что делать в сложившейся ситуации? Что делать, чтобы что? Последний год постоянно чувствовать страх. С чего именно вы боитесь? Что вас страшит? Чем для вас негатив в этом? К чему вы чувствуете себя неприготовлено? Семейная жизнь трещит по швам. А что есть семейная жизнь? Для вас что же такое? Как насчет вашей личной жизни, Надежда? Как насчет вашего собственного пути? Как насчет ваших собственных интересов? То есть, что такое семейная жизнь? Что это такое? Что это? С чего нас состоит, грубо говоря? Это очень важный момент, на который вам, на мой взгляд, нужно ответить. Дальше. Муж не обращает внимания, как на женщину. А ведете любить себя, как женщину, которым нравится? Ведь когда-то же он выбрал вас, когда-то же когда-то он выбрал вас качество своей жены, и я полагаю вы не устраивали его как женщина. Сейчас вы перестали устраивать его как женщина, и у этого есть, я полагаю, причины. С этими причинами, так же, я думаю, нужно забраться. Ключевой момент, на который вам нужно поискать ответ. Выключает то, что я делаю для того, чтобы быть женщиной. То есть, проявляю ли я себя как женщина? Потому что, если нет, если вы себя не проявляете как женщина, то откуда, с чего бы мужчин обращать на вас в таком случае внимание? Как на женщину? Как на женщину? Ведь у этого должны быть какие-то основания, правильно? Следующий момент. То, что вы описываете, выглядит так. Как будто вас это очень сильно радуально. То, что ваша, например, семейная жизнь надо, как вы говорите, трясет вашего. Хорошо. Ну, тот вопрос, который вам нужно себе задать. Значит так, насколько я зависима от отношений с твоим мужем, например. Вот это нужно выяснить тоже. Момент этот крайне важен. Вот с этого я и предлагаю вам начать исследовать себя. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи! Субтитры создавал DimaTorzok